Олег, интересно ваше мнение по поводу Чечни услышать. Есть такое мнение, что вот если вспыхнет Чечня, это станет позитивным примером для других народов Российской Федерации. Насколько возможно такое развитие событий, как вы видите сейчас ситуацию в Чечне, учитывая то, что Кадыров, так сказать, не в очень хорошем состоянии, к чему стремится Кремль? Как попытается контролировать ситуацию там? Насколько он сможет контролировать ситуацию в Чечне? Да, Кадыров, явно не в том состоянии, чтобы бороться за олимпийские медали. Смотрите, давайте разделим ваш вопрос на две части. Первая часть, это что будет Чечнёй, и второй вопрос, это будет ли они вот тем триггером для распада Российской империи. По первому вопросу, естественно, когда погибает или умирает в том или ином виде действующий лидер, вождь, так бы сказал бы, в Чечне начинаются внутренние дезаграционные процессы, скажем так, война всех против всех. И предвидя это, клан Кадырова фактически пытается на будущее, по состоянию на сегодня, расставить всех своих людей, для того, чтобы эти, так называемые, смуты, дезаграционные процессы после смерти Кадырова никоим образом не повлияли на претензии на власть, и вообще, фактически, власть Чечне. Поэтому там министрами назначаются даже 18-летние родственники Кадырова. И в том числе и по этой причине бывший глава парламента Чеченской республики назначен премьер-министром. Потому что по одной простой причине, что так называемый лорд, он, я пытаюсь подобрать слова более такие, чтобы в эфире можно было говорить, что он один из самых отбитых на голову представителей Кадыровского клана. Ну, у него достаточно длинная история с предательствами и потом попытками загладить свою вину, поэтому его поставили на эту должность. Практически ему нечего терять, он готовит исполнить любой приказ. Поэтому, и он и стоит, назначена должность премьер-министра для того, чтобы в последующем, после гибели, смерти Кадырова, так, утрясти все вопросы, связанные с претензиями других кланов на власть. Это что касается Чечни. Что касается ее действий, может ли быть она триггером в Российской империи? Нет. Большинстве людей, большинстве социума Российской империи, они сами для себя уже давно решили этот вопрос о том, что Чечня, как таковая, не является частью Российской империи. Это что-то другое, какой-то другой у нее статус. Скорее всего, со временем они так думают и правильно думают. Чечня будет иметь независимость в том или ином виде, поэтому для них это не является триггером. Что может являться и что будет даже так вот являться триггером вот этих хаотичных процессов внутри Российской империи? Это как ни странно, это будут не так называемые национальные республики. Это будут так называемые исконно русские регионы. Хотя к русским регионам они имеют никакого отношения. Там другая идентичность абсолютно. Это в первую очередь Кубань, как таковая. Во вторую очередь это Сибирь и Урал, Екатеринбург и Новосибирск. Это те регионы, которые фактически кормят так называемую Россию-матушку, Российскую империю, и благодаря которым Москва имеет то состояние, которое она имеет. При этом там идентичность абсолютно другая, не российская. При этом там есть понимание о том, что на месте Москвы должны быть они. Потому что Москва цветет и пахнет за счет их ресурсов, которые должны остаться в том же Екатеринбурге. И там присутствует вот этой красной нитью, вот этот ненависть к Москве, которую они кормят. И там присутствует, скажем так, даже ненависть и недовольство и желание в определенный момент претендовать на роль Москвы и фактически убрать зловенствующих ролей эту Москву. Достаточно вспомнить тот же Хабаровск, который до сих пор в Кремле называют фургаловским регионом. И до сих пор пытаются уничтожить всех и убрать всех, кто имеет хоть какое-то отношение к фургалу. Потому что понимают, что фургал и движение фургала, и поддержка фургала, это вот есть тот, скажем так, есть та трещина, очень похожая на трещину в виде Пригожина, которая рассыпет эту Российскую империю. А такие регионы, как Чечня, они не выступят триггером. Вот смотреть нужно именно вот в ту историю. Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Краснодар. Вот эти регионы станут тем триггером. Я вас правильно понимаю, что если Москва потеряет вот эти регионы, то они уже не смогут, скажем так, аккумулировать столько средств, ну и жить на том уровне, на котором привыкли жить. Наверное, о Москве и Петербурге больше идет речь сейчас. Когда этот процесс начнется, Екатеринбург и Хабаровск, Новосибирск пойдут на выход с созданием своих отдельных государств, той Москвы, которую мы видим сейчас, мы больше не увидим. Это будет заштатный город, заштатная столица небольшого государства с минимумом ресурсов, которое фактически будет жить на трубе. На трубе, на транзите товаров и энергоресурсов с Сибири и Урала в Европейский Союз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова